И мы плавно переходим к сессии подготовленных выступлений. Как известно, в современном мире деловому человеку сейчас необходимы такие навыки, как креативное мышление и поиск гениальных идей. На эту тему существует очень много книг. Конечно, в основном это авторы американцы. Моя одна из самых любимых книг называется «Гениальность на заказ». Суть этой книги в том, что там даются простые советы, как найти быстро ответы на вопросы и как-то принять какие-то креативные решения, которых на поверхности нет. Один из таких способов – ставить таймер на 10 минут, писать на листке вопрос и все, что есть в голове, незадумываясь, просто выносить на лист. В итоге, через 10 минут, прочитав то, что вы написали, и, скорее всего, вы найдете ответы на свои вопросы, как говорят, что подключается подсознание. Или второй способ – представить, что вы пишете письмо кому-то, например, какой-то своей бабушке далекой, которую вы не видели, и описываете ей ситуацию. И в итоге выход будет такой, что вы сами найдете решение уже в конце этого письма. Тогда представляю экспертов. Кирилл Геренков, по времени хрономистрист. Прошу, Кирилл, тебя, твое слово. Спасибо большое, Виолетта. Всем еще раз добрый вечер. Рад всех приветствовать. Все мы насладились, вдохновились презентациями. И Валерия тонко отметила, что задержалась примерно на 7 минут от агенды. Ничего страшного, но, конечно, за временем необходимо следить. Во-первых, время – это наше уважение к тем, кто нас слушает. Сколько мы обещали у них взять, столько мы у них и взяли. И во-вторых, у современного человека абсолютно нет времени ни на что. И если мы злоупотребляем его временем, то у него возникают нехорошие чувства в нашу сторону. А мы этого никогда не хотим. Поэтому со временем надо быть, конечно, очень осторожным. Сегодня я буду показывать свои сигналы – красный, зеленый и желтый – для спикеров, для всех ведущих, в зависимости от того, какую роль вы выполняете. У спикеров сегодня все речи по 5-7 минут. На 5 минутах я показываю зеленый сигнал, на 6 минутах – желтый сигнал, на 7 минутах – красный сигнал. Значит, вам пора точно уже закруглять ваше выступление. Уважаемые спикеры, пожалуйста, зафиксируйте меня, чтобы не потерять мои сигналы. Это все, что я могу сделать. Сам я зафиксировать себя для вас не могу. У рецензентов, наши регулярные опузданы с точки зрения времени, когда хочется рассказать всю оценку, что не получается. Итак, у рецензентов время на рецензию до 3 минут. Соответственно, 2 минуты я показываю зеленый сигнал, 2.30 – желтый сигнал, 3 минуты – красный сигнал. Старайтесь вашу оценку в это время укладывать. Спасибо всем. Уверен, дальше у нас встреча пойдет по времени. Наблюдайте за мной. Спасибо большое, Кирилл. Представляю следующего эксперта Елены Филиппова, эксперт по чистоте речи. Елен, тебе слово. Всем добрый вечер. Сегодня я исполняю роль эксперта по чистоте речи, поэтому буду отслеживать слова-паразиты у всех. А для того, чтобы их меньше было, я подготовила для вас мотивирующее стихотворение. Ясно всем, как дважды два, для чего нужны слова, чтоб украсить нашу речь и родной язык сберечь. Но на нас глядят сердито сорняки и паразиты, потому что мы опять не хотим их в речь вставлять. Вот как бы это просто, смотрят зло на нас и плачут. Ну, а эмэ убегают еле-еле. И вот теперь наша речь словно реченька журчит. Всем успехов я желаю, а в конце отчет я зачитаю. Спасибо, Елен. Действительно, твоя реченька сейчас звучала и журчала, как ручеек. Спасибо за интересное стихотворение. Продолжение следует...